Музыка Поляковский Владислав Татарушевич, так что я приглашаю его, успейте из Марата в 20 дня за последние 20 лет. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Поляковский Владислав Татарушевич, 50-й программист, сотрудник Дальфика, концептуального анализа и проектирования московского физико-технического института. И сейчас мы будем стараться делать этот вопрос. Немножечко от своего, но немножечко от них с уплывающим из проекта «Цивилизация». Если мы начинаем сразу с двух замечательных исторического сочинения под названием «Искорств». Итак, о том числе истин, гиперапевтицизм и не явные документы запрещения ученого. И если мы обратимся к двух параметров связанных традиционных историй, то мы так или иначе берем в философской схеме, а именно сомнения, разоблачения, выяснение истину с применением методом естественных могут проводить помедрение образования. Вот, пожалуйста, очень простая схема. Соответственно, то, что сделал Николай Александрович, он замечательно отработал первого пункта – сомнения и разоблачения. Что касается выяснения истин, а именно построения интуитидиальной версии конструкции, которая, соответственно, он попытался было осуществить, то здесь мы говорим о том, что Николай Александрович Морозову в втором эфире, там уже не помню точно какой, дал совершенно четкую одну из версий конструкций, где он сказал, что все, пожалуйста, все истинно, где примерно от IV века нашей эры до IV века нашей эры, все подвержено сомнению. Российские представители естественной научной школы пошли немножечко дальше. Была разработана логическая формализм конструкция истории человечества, это в основном ваша подобная слуга этим занималась. Соответственно, он представлен здесь по ссылкам, я показываю этот кадр очень быстро, очень хорошо, что время у меня жестко лимитировано. Это для вашего подобного слуги, как для математического полигона, это, собственно, разработанное логическое место составляло с обуватургам, но вот, тем не менее, она с обуватургана и получается примерно следующее. В рамках этого логического формализма идет совершенно четко первый этап – построение сомнений в версии конструкции, второй этап будет наиболее приоритетным по тому или иному алгоритму. Все это есть, я говорю это очень быстро. Есть и видеоверсия, есть и текстовая версия и так далее. Согласно логично формализованной конструкции истории человечества, хронологический мир в стиле он в твирическом среде нашей эры, хотя только сяду по тому, это, собственно, блестящее. Как мы один раз согласовались недавно о послушавшем, кстати, буквально обновлении с Николаем Ивановичем Кадапурским, просто это было блестящее все согласуется, потому что рубеж массивы актовых архивов мировой истории – это тот же самый четырнадцатый лет. До этого идет актов строго единоразовая, а чем актовый материал, лучше, чем материал нарративный, он гарантированно легнее, гарантированно тот материал, который не имеет смысла одеть, в отличие от материала нарративного. А тот материал нарративный – это когда мы берем какая-то сочиняем, и именно поэтому, если мы в мировой истории натыкаемся на что-либо, где у нас есть материалы нарративные, но нет материалов актов, мы, естественно, ставим это все по сомнению. И что означает нижний ряд? Нижний ряд означает метонных цифр и рассмотрение временных интервалов кратных метонных цифр, как ключевой материал как раздражный и исторический тариф. В частности, двойной метонных цифр – это ключ к раздражке тайны христианского и иудейского перечисления, а двойной метонных цифр – это ключ к раздражке тайны истории Древнего Рима и мусульманского бандаря Буни-Китара. Все. По всему этому месту вашего охотно-судьи на тарифе я проработаю. Следующий пункт. Теперь, следующий тезис, который мы берем у Николая Александровича. Горозов тезис номер два. Тезис о параллелизмах второй и третьей римской идеи. Собственно, та вещь, на основании которого он провел ряд логических рассуждений, в результате чего пришел, называемый вторая римская идея, является определение третьей. Ваш покорный слуга, собственно, как-то после того, как обработал несколько всплесков озарения, в случае пришел партнему со своему гональному выводу. Что все шло по всему, что была приникальнейшим образом под мерем, пронаблюдая антонных цепей. Под итогов моему мнению этого антонного цепа была составлена пасхальная. И возник естественный вопрос, а как же наиболее точно вычислить? Мы будем разный пасх. То есть наиболее точно можно вычислить эту тему. Рассказать о праздновой пасхе. О праздновой пасхе можно будет рассказать очень просто, если ты знаешь какую-то, потому что пасха, наверное, ведь известно, праздновая цепь – это первое воскресенье после полнолуния, после равногенственной беседы, то, соответственно, мы… Пасхой днёмся проявляется праздновая, оказывается, и проявляется просто праздновая готовая задача, и поэтому она в разные годы отстоит на разное количество дней от дня весельного равногенства. И для того, чтобы сформулировать какое-то мнемоническое правило, правило не более лучшего запоминания временного расстояния от весельного равногенства до даты первого праздновения, было придумано правилом Ильператор XII императора. Первое будет придумано на Тюридийском Первом императоре, второе будет Тюридийском Втором императоре, третье будет, третье будет, третье. Для того, что у нас получилось то, что нарисована правило части рисунка, додиусом, что я саму пасхаю я переверну в свой Вот собственно все и если мы продолжительность всего этого метонного цикла посчитаем, продолжительность всех этих дней, которые у нас получились, получается у нас срок на число 284. Теперь в поиск минимумного расстояния римского генератора генератора от мальчанов МОД-ПМ, который играл в принципиальной штуке. Ну и вот пожалуйста, мифологема, как называемая римской оперией, а если парень, я не знаю, я не знаю, что работа вашей покорной слухи, напечатана на академию НИНОАТЕНТ.РОН и генератора генератора. И соответственно в том числе системная логиках МОД-ПМ, мирogr daher. после получения оправданных контрактов на страну и достижения конвенции по началу в 19-е годы истории. Чтобы зря время не занимать, я хочу протерпнуть, что вся мировая технология, разумеется, это неэкспертическая ситуация, то есть полный день в средах. В нашей конвенции, я считаю, значительной задачей, среди посетителей знакомых, определительств, в том, что увеличить достоверность, конкурсы, с нашей точки зрения уже до сих пор. Дальше. И, соответственно, мы переходим к второму радио, что я сказал, в одном из музея. Кроме того, календаря Владимира Хиржина, основание цитаты из 8-го формулы, я смотрю, будет известно. Вообще, я был изданным, был изданным только в наши годы, относительно изданным, то есть в 3000 году усиленный издачный вариант. Пускрат, Александр Александрович Румынинский выступил в роли главного вида Филиса Георгиевич Варанским выступил в роли главного консультанта. Здесь, после не одного большого количества перебора различного календарного материала, самым эффективным местом, на которое можно было выразить внимание, в вашу форму области. Слуга обратил внимание, что, если у нас взять условно деголеранский календарь, и его экстраполировать на более ранние даты, по сравнению с 1584 годом, то есть если мы сделаем на более ранние даты, экстраполированный деголеранский календарь, то есть, что у нас есть стабильную точку зиму солнцестояния, веятельность на составе весельного разрешения, в случае востороннейших лет, у нас получается очень прилично совпадение, что ровно 22 декабря 1350, и все-таки собираются. Теперь последнее, соответственно, о чем мы хотели обратить внимание, это о том, что Николай Александрович Морозов в идее не логика проникся в историческом альтернативизме в своем первом путешествии, когда он встречался с немецкими революционерами, которые не логика были в курсе, после того, что доходило учебное самоходство, это ольтернативное учение, и об этом с вами было в Кувале, поскольку перед нами, наверняка, носительные и члены общества, и последнее, из наших кадров, что это вообще ваше понимание. Это наша конференция была в апреле прошлого года. Ваша поклонность была сделана контактами на протяжении российских посетителей в естественничных школах, где он выполнил ряд ярких представителей естественничных школы, которые были. Но, в общем, она решила, как и для тех, каковы. Белый, в частности кадра, мы видим Игоря Владимировича Томитенко, который в аркутске этого года исполняется в 90-х лет, в будущем сейчас в его тракте. Он построил схему взаимодействия металлогии, диалогии и элегант возникновения первых трактов, на связи с тем, что он создал объемность производства в будущем. И Старислав Георгиевич Патрубский с комментариями о предложении метров с 4. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.